Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко, и мы продолжаем путевые заметки из Дубаи в виде коротких видео по 8 минут, больше телефон Xiaomi не снимает. И вы видите вид с окна моего отеля, правда не моего окна, а окна, где находятся завтраки, ну тут кафешки, рестораны и тому подобное. Они находятся в отличие от других, скажем так, известных мне кафе отелей не на первом этаже, а на 24-м. Поэтому здесь открывается отличный вид на развязку, это Шейх Заят Рот, плюс, я не помню как вторая называется. И конечно же здесь вы видите Дубай Мол и знаменитый Бурж Калифа. Дальше там, 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 в дымке, в дымке находится то, что называется Дубай Марина, Дубай Интернет Сити, знаменитый Бурж Араб, да, парус и тому подобное. Почему дымка? Потому что это песочек, это песочек, который дает отличные, красивые, красивые, скажем так, виды потом. Ну а сегодня у нас завтрак, завтрак, завтрак. Я решил, как всегда, показать, как выглядят завтраки в каждом из отелей. Напомню, за еду отличный, отличный европейский завтрак, начинающийся с хэш-брауна. Вот вы видите, как свеженький хэш-браун выгружают, что дает вам возможность вкусненько-вкусненько покушать. Ну и традиционные-традиционные блюда, сосисочки, бекон, бобы. Тут вот еще и мяско. И вот вы видите, человек себе насыпает риска. Рис очень хорошо, кстати, подходит. Непонятно, почему нет. Ну и мастерство, как говорится, не пробьешь. Вы видите, как тут готовятся омлетики. Если вам захочется омлетик, а вы соскучились за омлетами, все вам на выбор. Быстренько приготовят необходимый вам омлет. Тот, что вы хотите туда добавить, добавить много чего можно и тому подобное. Ну а дальше, дальше, дальше идет, скажем так, уголочек индийской кухни. Я не знаю, как эти большие чаны называются. Тандуры, тамбуры. Хотя тандур, по-моему, это другая немного штука. В любом случае, здесь вы можете похлепать и супца, и взять различные индийские штуки для того, чтобы вкусненько покушать. Мне, например, нравятся эти острые лепешечки. Они в реальности очень и очень острые. Дальше, дальше. Ну, тут вот что-то еще. Какое-то вегетейбл с карри. Видно, не видно. Выглядит все очень даже аппетитно. Второе, непонятно, очень похоже просто на сваренную рисовую кашу, ремесовую похлебочку. А с другой стороны, непонятно, то есть какая-то китайская, китайская, японская, не знаю, индийская еда. Сыры, большое количество сыров, которые здесь представлены. Я их попробовал. На самом деле, вот этот сыр настолько соленый, что его просто даже есть невозможно. Скорее всего, добавка. Это похоже на обычную моцареллу в тех или иных вариантах. А финики, понятно, позволяют вам вкусненько покушать. Ну, и супы. Вот тоже какой-то суп греется, вы видите. Я так его ни разу и не решился попробовать. Ну, а те же сосисочки, только в острой заливочке. Вдруг кому понравится, очень даже неплохо. Плюс также неплохо. Это лепешки и тому подобное. Для любителей салатов, как вы видите, все-все, что вам надо для салата. Плюс мисо суп вот там вот плескается в, вы видите, в чане. При этом еще я попробовал, попробовал, что, ну, оливки понятно. Вот соленые огурчики. В каждой культуре соленые огурцы – это по-своему. Ну, и здесь эти соленые огурцы больше похожи на бочковые, бочковые огурцы. А причем они какие-то недобочковые, между малосольными и бочковыми. Ну, в общем, после напохмелочку, после вчерашнего сойдут очень-очень даже ничего. Пойдем дальше. Для того, чтобы снять еще один момент. Еще один момент – это сладкое. Сладкое – это наше все. Ну, вдруг вы любите, да, сладенькое, то сможете здесь запросто насладиться большим удовольствием. Вот вы видите, тут и разные сорта хлеба. И самое главное, кроме всего прочего, здесь при вас пекут те же круассанчики. Вот там они, как вы видите, готовы на выпечку. Или они уже стоят на выпечке. Нет, это они готовы на выпечку. Вам сразу здесь их выпекут. И будет замечательно. Будет просто супер донаты разных вариантах. И, конечно же, печенюшечки. Обратите внимание, насколько они классные, эти печенюшечки. Как классно они выглядят. Красиво, да? Прямо сразу захотелось. Надеюсь, вы не смотрите это видео с утра, потому что с утра такое может быть совершенно-совершенно непотребное. Вы просто захлебнетесь слюной. Ну и дальше вот. Вот те самые круассаны, о которых я говорил, только уже в готовом виде. Кстати, 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 здесь по пятницам происходит так называемый шведский стол. А, ну и фруктики, да? Фруктики, про фруктики я забыл. Вот они, наши фруктики. Вот вы видите, в большом количестве нарезки тех или иных фруктов, ананасиков и тому подобное. Плюс все вот эти вот добавочки с сухофруктами. Фрукты, которые сухофрукты. Вы видите, большой-большой-большой вариант с этими сухофруктиками. И также, 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 конечно же, вафельки. А, кстати, все панкейки уже разобрали. Я приходил, еще были. Сейчас их уже нет. Вот. И что еще? Бар. Ну, тут можно сейчас заказать кофе. А, в принципе, можно заказать и пиво. А из удивительного того, что меня действительно, скажем так, удивило, это соки. Сок арбузный. Сок арбузный. Вот, обратите внимание. Серьезно, красная вот эта штука. Я сначала подумал, что это грейпфрут. А потом присмотрелся. Налил. Слышу, даже запах не тут. А потом присмотрелся. А оказывается, это ватермеллон. Из арбузов могут делать и соки. Ну, такое. Специфическое, конечно. Ну, в принципе, пить можно. Ну, и понятно же, понятно же, вы видите воду обычную с лимончиком и так далее. Ну, и, чтобы вы понимали, это все находится внутри отеля. На 24 этаже, как я говорил, Дусит Тхани Дубаи Хотел. Вот он такой. Здесь днем еще и происходит шведский стол. Платите 50 евро и все эти ресторанчики работают для вас. Бери, не хочу. Ну, и я буду прощаться. Напомню, что с вами был я, Игорь Шаститком.